Приветствую вас. Смотрите, как обстоят дела. С одной стороны, реакция молодого человека может не быть обусловлена тем, что у него отсутствуют к вам чувства. Но, с другой стороны, ваша реакция свидетельствует о том, что вы нуждаетесь в любви. Его. Или вообще. И тот факт, что мужчина не может простить вам определенное поведение. При условии отсутствия таких аспектов, как традиции, да, какие-то национальные особенности. Может быть, что-то еще связанное с обычаями, да, то есть в разных обществах, в разных нациях, в разных народах приняты самые разные традиции и обычаи. Если вы нарушили какой-то устой, да, какое-то правило, которое не является закрепленным в законе, но при этом тщательно выполняется людьми, то это может послужить тому, что молодой человек на вас обиделся, и здесь как бы к нему самому взывать не имеет смысла, потому что вот есть традиции, и как бы этим традициям люди следуют. Вот. Но если ничего этого нет, и молодой человек просто обиделся на определенное ваше поведение, и не может вас простить, но при этом есть все основания полагать, что у него должны быть чувства к вам, это означает, что у него есть проблемы, у него есть слотности, у него есть страхи, вот, возможно, у него есть принципы, а возможно, молодой человек вами манипулирует, то есть здесь налицо определенный внутренний конфликт у человека, потому что игнорирование это определенный способ справиться с негативом, и тот факт, что человек не говорит о своих чувствах, не выражает их, а свидетельствует о его проблеме. Ну, проблема А, или проблеме как угодно, называйте это. Вот. Вот и все. Это не свидетельствует о том, что он вас не любит, это не свидетельствует о том, что у него к вам нет чувств. Чувства могут быть, просто помимо этого, помимо этого, возможно, и другие чувства. Помимо этого, возможно, и другие конфликты, и другие проблемы, которые могут быть у вашего молодого человека. Вот и все. С другой стороны, как я уже сказал, что вас, на мой взгляд, довольно сильно, сильнее, чем нужно, сильнее, чем обычно, сильнее, чем в норме, а волнует тема его любви к вам. То есть, вы обратили внимание не на то, что он обиделся, и не на то, что у него могут быть проблемы какие-то, а на то, что он вас не любит. То есть, вы сделали вывод такой. Из его поведения вы делаете вывод, что он вас не любит. Вы не делаете вывода о том, например, что ему тяжело, или что у него есть какой-то неразрешенный конфликт, или что ему требуется помощь, время и так далее. Вы делаете вывод только о том, что он вас не любит. То есть, это то, чего вы боитесь. И значит, вероятно, это то, чего вы подсознательно для себя хотите. Чтобы человек подтвердил, что он вас не любит, и чтобы вы, увидев, что он вас не любит, получили возможность с ним расстаться. Да, вы будете страдать, но это подтвердит вашу позицию о себе, что любви вы недостойны. Понимаете? То есть, это вот такая достаточно непростая конструкция, которая, возможно, является основанием для вашей такой позиции. Нет, конечно, может быть, вы просто привыкли к тому, что мужчины вас прощают, или, может быть, вы привыкли к тому, что мужчины вас боготворят, и вы можете делать, могли делать всегда все, что хотели, а здесь вот такая ситуация, такая история, и вы просто оказались не готовы к этому. Такой тоже может быть, но... В этом случае, мне кажется, вы просто обратили внимание на другого бы, и все. Вот. А поскольку на другого внимания вы не обращаетесь, значит, выкинем к молодому человеку привязанность. А привязанность, она вот... должна быть чем-то обусловлена всегда, вот. И в вашем случае привязанность может быть обусловлена именно вот. А тем, что вы иногдаетесь в любви. Вот. Ну, в любви мужчины. И боитесь остаться без этой самой любви. Кроме того, кроме того, я обратил внимание на то, что вы употребили слово неправильный. То есть вы сказали, что повела себя неправильно. Написать в скобочках, что повели себя неправильно. Это свидетельствует о том, что вы склонны себя обвинять. Либо сами себя, либо ждете, ожидаете, обращаете внимание на то, когда вас обвиняют или оценивают другие люди. Ну, окружающие вам. Соответственно, это может свидетельствовать о том, что вы в себе не уверены. и, соответственно, уверенность тебе нужно повышать в таком случае. И это может свидетельствовать о том, что вы обращаете внимание на, ну, на других людей. Да? То есть, ну, обращаете внимание на мнение других людей. То есть, мнение других людей для вас, скажем так, важно больше, чем нужно. Вот так. Скажем. Если это так, что это может быть один из симптомов вашей проблемы, вот, такой более глубокий, такой, как неверное в себе, например, рак одиночества, или даже более глубокий негативный посыл, такой, как, например, я не должна быть с мужчиной, вот, я не достойна отношений с мужчиной, вот. А может быть, вы боитесь близости, то есть, здесь, опять же, не совсем понятно. Вот. Еще мне показалось, что вы не считаете, что человек может игнорировать вас, то есть, ну, возможно, вы его как-то обидели, да, задели, и ему нужно время, время, чтобы с этим справиться. Ну, вот, он привык с этим справляться. так, и, то есть, он вас две недели игнорировал, да, ну, это, он столько времени справляет. То есть, если вы извинились, да, перед ним, объяснили ему, как обстоят дела, вот, он вас понял, он вас принял, ну, ну, то есть, прочитал, вот, то, чтобы ему написали, или прослушивал то, что вы ему написали, или послушал от других, то, что вы ему передали, то это единственное, что вы можете сделать. То есть, ошибаются все. То есть, помимо, вот, обвинения, да, которого вам нужно освободиться, если оно есть, нужно еще и, как бы так сказать, признать, что человеческое поведение не идеально, и что ошибки в нем, в поведении, будут всегда. И если мужчина ваш этого понять не способен, это значит, что вы должны вести себя идеально, что это не первый, это не последний раз, ну, не первый, и, скорее всего, не последний раз, когда он обижается на вас. А, и это показатель. Это показатель того, как человек справляется с конфликтами. Это показатель того, как человек решает конфликты. Ну, вот, и задайте себе вопрос. Вы хотите, так, решать конфликты. Вы хотите, так, ну, с ними разбираться. Вы хотите, так, с ними работать. Если да, то, продолжайте, продолжайте, этого человека ждать, продолжайте, с этим человеком взаимодействовать, и так далее. если нет, то, и, конечно, вам рекомендуется либо с ним расстаться, либо с ним отдалиться, либо написать ему, что подобное поведение неприемлемо, и если он хочет быть в отношениях, то ему нужно, соответственно, учиться высказывать свои чувства, потому что вы не намерены в течение недели, да, если что-то пойдет не так, не общаться вообще, то для вас это неприемлемо. Вот. Ну, и, обратите внимание на то, что по сути вы вместе не живете, да, то мне почему-то так кажется, что вместе вы не живете. А значит, он вам не муж, скорее всего, а значит, он вам особо ничего не должен, скорее всего, а значит, вас связывают не совсем прочные отношения, и самое-самое время подумать о том, что же вас все-таки объединяет, вот, конкретно, да, по существу, что вас объединяет, что между вами общего. Вот. Подумайте об этом всем, это очень важно, ну и самое главное, конечно, это то, какие чувства вызывают у вас его игнорирование, да, то есть, какие-то вызывают чувства, это вызывает страх, это вызывает дискомфорт, это вызывает какую-то фрустрацию, потребность в чем-то, вот. Это очень важно, потому что именно эти чувства являются индикатором того, какая ваша проблема здесь проявляется, потому что то, что он обиделся, то, что он игнорировал, это его проблема. Понятно, что вы сделали что-то не так, понятно, что вы допустили ошибку, извините, если вы извинитесь, если вы извиняете истинно, если вы пишете свои слова от души, это всегда чувствуется, и если вы сами понимаете, что то, что вы сделали, это не совсем то, чего вы хотели бы, то вы для себя принимаете решение так больше не поступать, и об этом четко заявляете молодому человеку, что я поняла, я поняла, что я поступил как-то неправильно, я так больше не буду поступать, не потому что не хочу себя обижать, да, потому что я сама поняла, что я так не хочу, это не соответствует моим, ну, целям, желаниям, да, и так далее, ценностям, и все, и молодой человек это понимает, но если он продолжает обижаться, у нас есть уже его проблемы, и, знаете, обижаться тоже можно по-разному, иногда видно, что человеку больно, иногда видно, что человеку больно, что человеку плохо, но он все равно обижается, ну, с партнером, а то не дороже, и видно, что человек пытается, он пытается, как-то вот справиться с болью, да, пытается ее выразить, пытается ее выразить, пытается что-то еще сделать, в таком случае, такому человеку хочется помочь, и такой человек вызывает уважение, а когда человек, вот, по типу вашего молодого человека, просто игнорирует две недели, да, ну, может быть у него такой характер, что тут как бы тоже его не изменить, да, без его желания, но вам нужно решить, готовы ли вы терпеть, такое поведение, скорее всего, оно не изменится, и готовы ли вы изменяться, готовы ли вы унижаться, возможно, чтобы молить его обращение, и готовы ли вы жить под угрозой манипуляции, потому что обиды, это всегда манипуляция, ну, по отношению к другим, то есть, у других это вызывает чувство вины, они, еще раз, да, если вы делаете что-то плохое для другого человека, да, то это нормально, чувствовать себя виноват, это хорошо, что вы чувствуете себя виноват, и в этом случае вы понимаете, что, ну, вы поступили неправильно, вы извиняетесь, вы делаете выводы какие-то, да, вы предпринимаете действия, чтобы такого больше не повторилось, и все, и вы идете дальше, вот, а если это тянется, 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 то это будет другая выгода, скрытая выгода, которая не ставит своей целью, там, какие-то выводы, или какие-то перемены, и уж точно, это вы, эта цель не любовь, вот это поймите, вот, поэтому, не торопитесь выводами, относительно своего молодого человека, больше внимания обратите на себя, да, то есть, возможно, не стоит его ждать, возможно, не стоит, на него ориентироваться, вот, стоит жить дальше, и, возможно, только возможно, то, когда вы это сделаете, для молодого человека, это послужит, сигналом о том, что он может вас потерять, и, он, перестанет обижаться, но если это произойдет, то вам нужно обязательно поговорить, о будущем, о будущем, о будущем, историй, и выработать, какое-то совместное, поведение, совместную стратегию, поведение, чтобы это не было, так, что в две недели, вы не общаетесь, это может быть, все что угодно, это может быть, какие-то личные ваши, средства, это могут быть другие люди, обязательно те, которым вы доверяете, это может быть психолог, которому вы обратите, в случае наличия таких проблем, это может быть его желание, или необходимость обратиться к психологу, для устранения его проблем, потому что вам это бы плохо, посмотрите, посмотрите, но если у молодого человека, не будет желания, что-то менять, что, встает вопрос, о целесообразности, дальнейших отношений, и их жизнеспособности, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, и удачи.